Выставка «Природа. Дом для всех» вторая на счету юного автора. Если два года назад Ксения демонстрировала рисунки на разные темы, то сегодня экспозицию объединяет одна концепция – мир животных. Представленная работа – итог двухлетнего кропотливого труда – поиска нужных форм и цвета. По словам художницы, тема фауны была выбрана не случайно. Я хотела этой выставкой показать, какие все животные милые, красивые, и не надо их уничтожать, нужно их беречь, что многие виды животных находятся на грани вымирания. Несмотря на 10-летний возраст Ксюши, она очень одаренный ребенок. И кроме того, есть одаренные дети, но такие ленивые. А Ксюша очень целеустремленный. И вот если она поставила себе задачу, что она сделает выставку, что она сделает на такую-то тему выставку, что она сделает к такому-то числу, то она это сделает. И это очень похвальное качество человека, который действительно чего-то сможет добиться в жизни. Я не знаю, станет ли Ксюша художником, но определенно с творчеством, с выражением себя, с выражением своей души у нее что-то будет определенно связано. Настоящее семейное торжество. Так, по-доброму, учительница Ксении Мария Редько назвала открытие выставки. И действительно, уютная творческая атмосфера, близкие люди и друзья – все это ассоциируется с праздником в кругу семьи. Ксения долго искала именно свое увлечение, признаются родители юной художницы, которые поддержали выбор своей дочери. Мы стараемся поддерживать ее интерес к картинам, которые она проявляет. Конечно, как обычный ребенок, не очень она все это хочет, всегда может быть делать. Но у нее есть это желание, и когда мы заметили это, стали просто поддерживать ее. В планах у Ксении подготовка к очередной персональной выставке. Девочка уже выбрала тему моря и пейзажей. Ну а пока у каждого желающего есть возможность познакомиться с творчеством юной брещанки, посетив выставку «Переда. Дом для всех». Она будет работать до 29 мая.